друзья всем добрый вечер эта программа молодежь сует нос в студии для вас сегодня работает анастасия марьясова сегодня у нас такая очень интересная по моему мнению тема сегодня друзья мы будем говорить про моду а конкретно про неделю моды которая пройдет у нас в августе в абакане и вот сегодня в гостях у меня ее организаторы две прелестные дамы здравствуйте это анжелика чечумаева организатор вот недели моды и анна тишинина здравствуйте анна вы к нам прилетение санкт-петербурга да да совершенно верно вы являетесь также руководителем одним из руководителей проекта и также руководителем этноэстетики также директор департамент департамента по туризму межрегиональной ассоциации женского бизнеса и вы также еще партнер всероссийского конкурса профессион мастерс да совершенно верно вот у меня такой к вам вопрос расскажите пожалуйста вот что такое вообще неделя моды как ее решили перед привести в абакан и почему вот именно в абакан я думаю что расскажем мы вместе с анжеликой об этой невероятной истории и она действительно невероятная потому что неделя моды была запланирована нами давно но так случилось что мы являемся соорганизаторами этой недели моды и вместе с красноярскими представителями модельным агентством мы делаем это грандиозное событие отвечаем мы за деловую часть часть путешествия за работу с дизайнерами хакайскими и в общем-то для этого в общем-то я сюда и приехала я приехала на данный момент одна но 6 августа приезжают стилисты и дизайнеры из петербурга они участвуют в показе 9 числа и они же будут участвовать в форуме конференции будут рассказывать молодым дизайнерам молодой дизайнер это не по возрасту молодой дизайнер это дизайнер который начинает свою деятельность нам интересно работать с дизайнерами этническими с национальной колористикой с дизайнерами еще не открытыми именно в этом цель нашего проекта моего проекта по фэшн туризму этноэстетика приезжать в разные регионы хакасии это второй регион в котором я оказалась это мой родной регион я самородом из хакасии несмотря на то что живу давно в петербурге но я в родной скажем так стране своей нахожусь сейчас и задача этноэстетики привести дизайнеров из питера москвы найти дизайнеров здесь потому что партнером этноэстетики моим партнером является медиа холдинг про фэшн это огромная компания корпорации которые занимаются показами всероссийскими конкурсами работы с производствами по россии и она предоставляет такую возможность с помощью конкурса про фэшн мастерс пригласить дизайнеров молодых открыть дизайнеров провести обучение как сделать свой бренд как поддержать свой бренд вообще все этапы развития дизайнеров на всех этапах идет поддержка мало того участники конкурса победители получают возможность отшить свои коллекции бесплатно за счет медиахолдинга и представить москве зимой на показе свои коллекции жюри конкурса очень известные именитые дизайнеры магазины одежды которые при готовы пригласить дизайнеров расположить на своих рейлах свои свои коллекции центр центр центральной галереи дизайнеров тоже мой партнер это петербургские бутики которые уже сейчас готовы поддержать дизайнеров из хакасии предоставить им места на своем пространстве и проводя конкурс можно бесплатно получить такую возможность выставиться в петербурге со своей коллекции по моему это чудесная возможность и я хочу об этом говорить молодым дизайнером и состоявшимся дизайнером а вот для этого собственно мы здесь анна владимир владимировна расскажите просто ваша задача какая главная организации анжелика владимировна анжелика владимировна извините пожалуйста нет нормально ничего страшного она мне тоже нравится вообще аня начала говорить о том что мы являемся с организаторами и у нас есть удивительная история того вообще как все получилось потому что мы планировали что у нас подобное событие должно было пройти в сентябре потом мы узнали о том что модельное агентство из красноярска делает свой проект и результатом этого проекта будет как раз неделя моды и мы просто решили партнерствовать решили объединиться и так у нас получилась неделя моды не только этно показы не только работа с дизайнерами в плане как подготовить моделей мастер-классов на на эти темы и так далее у нас еще мы усилили усилились именно конференции потому что на конференции как раз мы будем давать необходимые может быть точки от которых могут оттолкнуться уже на те люди которые занимаются модой и на самой конференции у нас будет много тем мы сознательно пошли на то чтобы не углубляться в какую-то одну тему мы будем обозначать много разных тем эксперты будут выступать по 10-15 минут того чтобы нащупать ту болевую точку которая интересна сейчас нашим людям живущим в хакасии я имею ввиду дизайнерам кто создает моду кто создает также не только моду но и путешествие потому что мы говорим еще не только про моду но и про это на путешествие потому что это может быть все взаимосвязано между собой вот и соответственно нащупав те вопросы которые наиболее актуальны мы можем на следующий год строить уже какие-то события исходя из запросов тех людей которые работают на местах вот потому что вы сами прекрасно знаете молодежь сейчас очень активно и раз у вас молодежная передача куда мы пришли нам бы хотелось поддержать тех ребят которые себя видят в этом направлении а для этого конечно хочется чтобы там люди имели насмотренность для этого нужно еще и знание нужно познакомиться с нужными людьми поэтому у нас экспертов спикеров достаточно большое количество каждый может найти того эксперта который может усилить его или даст какой-то интересный толчок для дальнейшего развития а как раз вам молодым сейчас информации нужно много вы умеете ее обрабатывать вы умеете вычленять главное поэтому вот конференция которая будет она затрагивает как раз вот много вопросов именно для этого и вот у нас с девушками получился очень хороший такой крепкий тандем и у нас кроме конференции и показов также мы проводим еще это натур потому что мы прекрасно понимаем что гости которые приезжают к нам хакасию они могут увидеть ее с разных сторон у нас очень много профессионалов кто работает на туристическом в туристическом бизнесе и хочется чтобы все кто приезжает работали именно с людьми кто знает что говорит и знает как нужно представлять нашу республику и как раз вот этноэстетика и этно туризм они должны идти рядом у меня был очень такой интересный момент когда приезжали эксперты по туристическому сувениру и я с восторгом рассказывала о хакасии как у нас красиво как здорово мне люди которые еще не погружены были они говорят ну а где у вас тут вот что у вас здесь где где в городе вот видно что это хакасии что я приехал не в казахстан где там все все вы кричите о том что вы приехали в нашу республику где вот у вас что-то такое аутентичное вот такого яркого ярких каких-то ключевых точек до акцентов не было сейчас слава богу у нас очень много по бренду земля пяти стихи делается сейчас будут открываться такие точки притяжения в самом городе у нас есть уже город красиво себя показывает именно с нашего с нашей этнической составляющей и вот главное еще грамотно показывать людям наши места силы наши какие-то сильные красивые объекты и вот как раз вот путешествие это на путешествие у нас настроен именно на это ведь когда организовывается какое-то событие люди же приезжают из других городов и здесь как раз можно их в этот момент ну ловить конечно это грубо сказано но в этот момент можно людям предлагать что кроме деловых каких-то задач которые не будут решать можно еще и получить эстетическое наслаждение и получить какие-то знания о республике и вот как грамотно это показать чтобы не было там разночтений и так далее это могут сделать только профессионалов как раз наша задача это это делать грамотно подсветить лучшие стороны хакаси представить их в самом красивом виде и сделать визитные карточки то есть по большому счету наша задача развивать регион если широко смотреть развивать дизайнерское сообщество развивать регион делать доступным понимать к пониманию местным жителям местных жителей что вообще собой представляет хакаси я хочу вас уверить что я как местный житель когда-то до хакаси не знала на свой регион настолько хорошо как сейчас когда уехала мало того если говорить о болевых точках у нас на форуме конференции мы уже выявили таковы таковы это например символика хакаска этническая она очень многогранная богатая и этот символизм они всегда уместно используются в одежде например если мы говорим о моде на нашей конференции будет оксана киштеева историк костюма доцент кафедры по моему университета имени катанова который занимается как раз изучением и преподает вот эту дисциплину и она как спикер на форуме выступит и расскажет где можно использовать а где не нужно использовать этнический декор коды скажем так за которыми стоит определенный смысл также у нас выступят стилисты которые в своей теме будут но это все вместе создаст общее представление о том как многогранную хакасия как через моду можно многое что рассказать и показать я хочу сказать что наше мероприятие но не только для модниц для дизайнеров она в принципе в этом ракурсе для всех жителей у нас дети будут тоже приглашенные гости до мама приходит с детишками им тоже будет интересно поучаствовать послушайте и посмотреть потому что у нас даже и участники дети тоже есть да да кстати если мы говорим о том насколько молодым интересно понятие моды и вообще республики истории республики у нас будет детский коллектив подростковый который будет показывать две коллекции из войлока и этим мы усилием выступление мастера который приезжает елена из санкт-петербурга и девочки будут показывать модель модели руссконародные как можно красиво их представить с помощью войлочных техник вернее работы с войлоком и будет еще урбанистическая коллекция и вы знаете вот когда я посмотрел эту коллекцию я захотела все купить потому что это красиво это эстетично и особенно приятно когда это делают наши люди в нашей хакасии а у нас талантов очень много поэтому да я согласна с тобой что это не только для тех кто модой занимается вообще для тех кому интересно хакасия история хакасии и ну как бы вот творчество как таковое а вот вы сказали что я хотел немножечко поговорить еще про этот туризм то есть приезжих гостей или просто вообще гостей да вот недели моды в ее рамках будет будет будут организованы какие-то выездки да на культурные места например да хакасии вот например куда хотите поехать куда планируете уже может быть вывести показать рассказать о каких-то ну турных объектах это натур как таковой у нас уже подготовлен конечно мы старались как бусы на нитки нанизать самые жемчужные наши объекты да да жемчужины хакасии конечно у нас будет выезд на глахты обязательно потому что это фееричная очень красивая история плюс у нас будет катание на водном трамвайчике нам нужно показать они сельские ворота чтобы люди влюбились в наши водные просторы обязательно поедем на гэс посмотрим на нее с разных сторон это путешествие на яхте там будет купание под водопадом потому что мы гордимся своим не сеем с нашим морем и сам факт того что мы будем купаться в енисея самой мощной реки россии купаться не просто так нырнуть и вынырнуть а именно купаться и наслаждаться этой мощью это прямо дорогого стоит потому что знаете мне всегда очень сильно ну как сказать раздражает когда я говорю наше море наше море люди которые бывали на море или живут возле моря там с того же самого питера в наста финский залив мне тоже очень понравился да но тем не менее но всегда говорит какое у вас море а я горжусь тем что я живу в хакасии что у нас реально есть такое уникальное море еще раз повторюсь и вот поэтому мы конечно включили это тоже в наш тур и у нас еще будет очень красивое путешествие на кюк где будут несколько экскурсий в казановке в казановке ну да наши очень хорошо знают казановку очень любят ее конечно это будет и общение с шаманом потому что вопросов очень много и хочется посмотреть на чтобы на обряд чтобы хорошая белая дорога была то есть мы в свой тур включили и какие-то техногенные такие объекты и наши национальные этнические связанные с очень глубокие красивые места и темы а сколько дней в целом будет лица это будет один тур или это будет он будет разделен на несколько с определенными группами а мы решили что такое путешествие такой натур он будет очень интересен и местным жителям и гостям нашим поэтому мы решили это все объединить с деловой программы и шоу программы поэтому например у нас есть не когда мы часть дня на нетворкинге на деловой программе а потом едем в путешествие в этнотур есть не когда мы это завершающие дни когда мы полностью погружаемся после завершения деловой части мы полностью погружаемся в красоту уезжаем на два дня на трансформацию на детокса от всего 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 и заряжаемся полностью да 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 вот ретрит природа красотой и мощью вот поэтому у нас это натур это можно какой-то день отдельно до посетить можно все дни посетить можно вместе с деловой программы то есть вариантов участия очень много поэтому мы гибкие в этом смысле и предложение для всех для жителей мы очень хотим чтобы наши хакасские местные жители тоже участвовали в этом были активны и прониклись тем с какой мы радостью и любовью об этом говорим мне кажется и делаем я немножко вернусь к вопросу который вы мне задавали какая моя роль а я увлеклась там темой я и нашего этно туризма и форума вообще и как раз как коснусь еще немножко молодежи вообще моя компания занимается сама производством сувениров и занимаемся также продвижением туристического сувенира и вот туристический сувенир в конкурс будет в конце августа у нас будет наш окружной этап и когда я работала с мастерами я не то чтобы обратила внимание я знаю что у нас много мастеров кто делает очень красивые украшения аксессуары а это естественно что неразрывно связано с модой и моя задача сделать так чтобы мастеров наших хакасских кто это делает красиво и качественно увидели представители моды из других регионов и уже пригласили к себе возможно кого-то могут взять в коллекции на продажу уже в городе москва санкт-петербург поэтому вот продвижением наших ремесленников наших мастеров мы продолжаем заниматься и вот в таком варианте потому что ну палитра это за продвижение всего творчества творческого что у нас есть насколько сложно организовать такой масштабный проект ну привести вот моду неделю моды к нам в хакасию это же первый раз у нас люди близкие по духу собираются в одном месте даже если они территориально в разных городах и все это объединяется насколько включаются все сообщества да которые на данный момент есть и бизнес-сообщества и министерства и организаторы мы и получать общественные на самом деле это очень масштабное включение всех это не один два три человека и очень радостно что настолько с большим рвением к нам отнеслись на мой взгляд и с большой поддержкой и доверием нам выдан очень большой аванс доверия мы очень хотим его оправдать поэтому я надеюсь что это мероприятие будет ежегодным и еще более мы укрепимся но вы знаете вот если говорить о том насколько мне сложно в этом проекте или легко вообще конечно сложно и интересно я просто почему я об этом говорю потому что я понимаю что та молодежь которая нас будет смотреть и слушать и сейчас смотрит и слушает вы сталкиваетесь постоянно с огромным количеством информации и вы не всегда знаете куда эту информацию деть как ее применить и вы видите когда в соцсетях вы видите о том что кто-то успешен вам кажется что ну вот у них же получилось на самом деле есть очень простой ну как он простой выглядит на самом деле это такой сложный процесс как можно попасть в какие-то проекты добиться какого-то результата первое обязательно нужно заводить связи вот с анной мы познакомились совершенно случайно просто нас познакомил наш общий знакомый мы обсудили какие-то небольшие темы и как бы забыли друг о друге но связь осталась и когда у одной и у меня и у ани возникли какие-то идеи я вдруг вспомнила что в моем большом окружении есть аня я поделила свои идеи они поделилась своей смотрите нас уже двое у нас уже возникла какая-то общее да взаим общее взаимодействие у ани огромное количество есть своих знакомых есть сообщество которое она может усилить проект у меня есть большое количество деловых связей в хакасии соответственно когда мы объединились у нас уже получается получается что мы расширили свои возможности анна подключил подключила в петербурге очень большое очень большое количество людей и общественные организации и в москве в том числе и поэтому у нас сюда приезжают именитые и очень хорошие дизайнеры моды плюс у нас появляется перспектива и возможность у дизайнеров наших хакасских выйти на арену россии это вот как раз помощью аниных возможностей у нашего проекта с помощью меня появилась возможность рассказывать об этом в сми потому что мы давно работаем палитру многие знают мою компанию и мы всегда поддерживали любые проекты любые начинания которые связаны с творчеством плюс мы также имеем очень хорошие связи и отношения с министерствами потому что мы проводили большое количество проектов и наши проекты и они пользуются ну как они ну как сказать идут не идут в разрез с теми задачами которые решает министерство то есть я усилила проект своими какими-то связями плюс когда мы познакомились с организаторами модельным агентством красноярска у нас появились другие какие-то связи где мы бы могли все это приобрести только если мы начинаем коннектиться друг с другом вот очень хороший способ приобрести новые знакомства и взять новые идеи когда вы посещаете форумы выставки не просто тусовки как таковые да потому что я понимаю что возможно в молодом возрасте ну невозможно я помню как когда-то я была молодая и мне хотелось развлекаться мне хотелось что-то яркого веселого не думать ни о чем а вот прям вот наслаждаться жизнью но тем не менее мы должны думать о будущем поэтому вот эти вот форумы конференции какие-то деловые события они дают возможность вам молодым приобрести приобретать первое наставников старших товарищей новые возможности которых пока у вас нет поэтому обязательно вот посещать деловые события не только деловые натур который проходит в рамках вот недели моды это же тоже часть мероприятия соответственно люди которые участвуют в мероприятии и которые в общем-то на одной волне они едут в эту ту естественно это возможности познакомиться и завести дружеские связи абсолютно не прикладывая никаких усилий к этому это самые прочные связи хочу сказать вы сказали что на неделю моды съедутся дизайнеры москвы красноярска вот она их приглашением вы до занимались их можно назвать хедлайнерами у нас будет вот неделя моды имеет одного хедлайнера это медийный стилиста режиссер показа про она проводит еще и мастер-классы на форуме конференции она у нас проведет перформанс сюзанна барс известные в москве медийном плане стилиста и в санкт-петербурге и я хочу сказать что это большая заслуга конечно модельного агентства потому что это они пригласили такую известную персону и если говорить о наших дизайнеров которые едут на показ они едут именно как дизайнеры но они могут поделиться и поделиться как спикеры на форуме конференции своими наработками своими своим опытом и своими идеями конечно же они участвуют в атнатории и можно с ними напрямую познакомиться и приобщиться к миру красоты вот в такой атмосфере свободные то есть каждый день со 7 по 10 августа 11 даже по 11 даже августа это будут мастер-классы форумы как вы сказали до конференции а вот можете выделить несколько какие по вашему мнению самые главные или так нельзя сделать нельзя выделять какие-то главные ну я думаю что выделить какие-то события из общей недели моды никак не выделишь потому что каждый день он для чего-то нужен вот это этнопоказы конечно это очень круто это будет красиво это здорово 9 числа пройдут если до 9 числа будет закрытый показ а 10 числа вы сможете на площадках на день города посмотрите программу там будет как раз открытый показ для всех желающих наша конференция которую мы готовим она будет 8 числа с 10 утра до 4 часов и там тоже можно много полезного для себя почерпнуть также у нас в рамках недели моды будет network network мы будем делать с торгово-промышленной палатой и там будут представители бизнеса у нас самая главная тема это взаимодействие бизнеса между регионами в чем сложности в чем перспективы и тема как раз наша которую мы заявляем это именно как основа потому что есть промышленное промышленные предприятия а мы берем вот именно это направление что мы можем с помощью этих этих тем этих направлений делать бизнес успешный бизнес и развивать все регионы которые готовы к этому вот поэтому выделить какое-то особенное особенный день но не получится а вот я еще знаю что будет два показа да это будет закрытый и открытый показ расскажите пожалуйста можно сначала про закрытый потом про открытый закрытый показ пройдет 9 августа в хакасском национальном музее его особенность в том что в зале менгиров он пройдет и режиссирует его как раз таки сюзанна барс и в этом закрытом показе сейчас заявлено около 24 дизайнеров это дизайнеры хакасия красноярского края и санкт-петербурга ну и москвы тоже мы пока не поделимся секретом в чем основная фишка потому что это действительно секрет и это закрытый показ поэтому приглашение и гости приходят по билетам пока сопровождается этническая музыка и но будет еще и музыканты в конце будет традиционно фуршет после такого мероприятия но сам факт того что в зале менгиров будет особая атмосфера она и так особо но за счет секрета который я не хочу озвучивать она будет потрясающе прекрасной поэтому очень рекомендуем приходите открытый показ десятого числа он приурочен дню города на то он открыт он будет на площадках города и каждый желающий каждый житель может познакомиться с миром моды просто пройдя придя на площадку увидеть своих же дизайнеров я знаю что у нас очень много дизайнеров которые но хотели бы но еще не заявлены в показе закрытом просто 24 всего человека на данный момент невозможно всех охватить на открытом показе дизайнера будет гораздо больше но тем не менее я знаю что не все могли принять участие в показах поэтому на форуме конференции я буду приглашать дизайнеров а их много в хакасе много талантливых дизайнеров которые готовы идти дальше которые готовы участвовать в конкурсах всероссийских и выставлять свои коллекции уже в питере и в москве вот кстати знаете я хочу сказать про то что сама конференция мы я уже обозначала что мы подобрали много-много разных тем чтобы было интересно и эксперты выступают по они ну как бы по 10-15 минут вот там будет одна такая тема это рисунки рисования будет евгения кузьмина показывает ботаническая живопись да дело то что сейчас одна из тенденций это экология присутствие эко направления в вот вообще в нашей жизни я как как руководитель компании палитра которая занимается полиграфией сувенирной продукции могу сказать что мы конечно тенденции все эти изучаем и вот в нашем дизайне графическом дизайне мы тоже всегда клиентам предлагаем своим именно эти темы а вот жене ну то есть как бы если оформляется то есть это какие-то очень такие природные цвета возможно какие-то элементы растительные спокойные хорошие формы для того чтобы человек все-таки понимал что мы часть природы и Женя она Евгения она очень красиво не даже не то чтобы красиво профессионально прошла большое количество обучения училась в Москве у именитых мастеров у нее она будет показывать акварельные рисунки растений которые живут у нас в Хакасии я сама у нее брала несколько уроков мне ужасно нравится это дело потому что когда акварелью рисуешь тем более у профессионала ты вдруг из какого-то обычного человека превращаешься в художника к чему я все говорю что вот эти принты которые можно использовать потом в дальнейшем для создания коллекций они будут представлены как раз вот на ее на ее выступлении она также участвует у нас в туристическом сувенире будет коллекцию открыто показывать но то что делает она мы будем я лично буду в очень красивом таком пыльнике который будет оформлен ее цветами и мастера кто придет к нам на форум они смогут с ней познакомиться они смогут ей делать какие-то заказы на отрисовку каких-то принтов потому что это реально очень круто это как раз вот возможность вдруг увидеть что ты это хочешь делать вот пожалуйста тебе человек который может это сделать что мы иллюстраторов мало знаем и некоторые не могут найти тех специалистов которые могут осуществить их мечту вот вам пожалуйста у нас будет на конференции такая возможность плюс мы покажем то что делают как я уже говорила то что делают наши мастера и делают с точки зрения аксессуаров и украшений с этническими составляющими потому что я всегда очень радуюсь когда ты приезжаешь в другую республику и люди ходят национальной одежде а если это национальная одежда не просто как бы вот копирование того что носили наши предки а еще и с каким-то современными составляющими и внедрено в нашу современную жизнь то тогда хочется одевать хочется носить и хочется вообще вот это направление развивать поэтому вот на конференции мы будем показывать как это сделать я хочу дополнить дело в том что не обязательно носить национальную одежду в принципе чтобы можно достаточно некоторых декор элементов декора и как раз таки мы можем одеться например в обычное платье спокойное однотонное и взять пару аксессуаров и этого будет уже достаточно но не просто аксессуаров а именно этнических и это будет что-то новое прочтение абсолютно точно это будет восприятие приниматься по-другому полностью образ выстроиться об этом как раз мы будем не то что говорить мы это будем показывать на форуме конференции потому что сюзанна барс вот проведет такое шоу программу перформанс мы увидим как это действительно работает вот вы сейчас сказали что можно да взять просто платье надеюсь к нему какой-то этнический элемент недавно я вспомнила свою съемку в хгу наши девочки с кафедры дизайна сшили юбки баски вот в национальном таком стиле этническом и тоже очень интересно было наблюдать и вообще как они это придумали вот концепции когда-то воплощение это такой вот для них был первый опыт и вот эта юбка она сочетается как они нам рассказывали так же вот с любым элементом одежды то есть она универсальная такая вот просто дополнить хотела а то что он музей выбран это же тоже не случайно это же такое ну не то чтобы сердца но одна вот из таких национальных национальных до места которые воплощает в себе всю хакасию наш музей а какие-то другие площадки рассматривали или сразу музей вот остановились я честно говоря думала о том где бы я хотела провести мероприятие у меня была мысль это первое это музей да действительно это первая мысль но еще у меня была мечта я хотела бы провести на горе самохвал какую-то часть мероприятия но мне показалось что это будет очень эпично и красиво на закате а может не на закате с подсветками на фоне видов города и вообще такой свободы на горы степи провести части вот этого события но решили что все-таки это будет музей других площадок не рассматривали мне кажется хакасский национальный музей максимально отвечает всем потребностям это действительно и сердце это это красивая архитектура которая отображает сразу весь колорита у нас все-таки этника поэтому нет вариантов пока что но вы знаете еще отрадно то что вот во всех моих по крайней мере проектах во всех моих идеях наше правительство очень сильно нас поддерживает вот и министерство культуры они занимаются развитием креативных индустрий поэтому у нас конференция будет проходить на площадке школы креатив креативных индустрий она тоже музейно да но это тоже часть комплекса музейного это министерство культуры как раз вот школа вот и отрадно что у нас уже есть планы как осуществить на следующий год те идеи которые сейчас рождаются в частности вот неделя моды это будет или это будет как раз вот что-то с развитием креативных индустрий но то что мы уже обсудили частично какие-то события поэтому как сказать дорогая молодежь я приглашаю вас приходить на эти события обязательно потому что нам вас не хватает да у нас есть опыт у нас есть возможности но нам нужна молодая свежая кровь ваши мозги ваш задор ваша энергия вы видите ваша смелость вы видите все по другому и по сути по своей конечно нам тоже интересно жить в этой жизни но вам то дальше идти мы уже устроили свой мир а вот какой мир вы построите сейчас в таком мире вы будете жить потом поэтому сейчас вот есть возможность поэтому если вы хотите в творчество уходить и видите себя там в моде в туризме и так далее вы можете прийти на конференции в бизнесе да ну бизнес естественно потому что чаще всего это все выливается потом из-за увлечения выливается уже в профессиональные какие-то моменты которые позволяют зарабатывать и получать удовольствие от жизни так вот приходите к нам на форум для того чтобы познакомиться с нами чтобы мы могли вас увидеть для того чтобы мы могли выстроить партнерские отношения что мы в команду себе ищем интересных креативных ребят мы готовы вас посвящать во все нюансы мы готовы вас обучать мы готовы давать вам возможности но так но нам нужно вас увидеть иначе если мы не мы не можем гора если не идет к магомету то вот мы пришли к вам и говорим ребята ну мы вас ждем так что конечно для молодежи вот такие события очень важны я я так считаю это еще и важно с точки зрения остаться в регионе не уехать в питер москву новосибирск еще куда либо потому что здесь очень большие перспективы развития я вижу как здорово выстроился и выстраивается бренд хакасия как это упаковывается сейчас и вот мы например проектом этноэстетика этнотуризм как раз занимаемся в том числе и создание визитной карточки места это том числе и наши поездки это все перспективные рабочие места это перспектива развития и гордиться тем что ты живешь именно здесь это вы знаете я вот смотрю по своей дочери у меня уже взрослая дочь у меня уже взрослый сын конечно у меня дочь живет в питере и мы знакомы совершенно так получилось что еще и познакомились с анной вот всей семьей уже так вот конечно она влюблена в питер потому что она любит чтобы было тепло а там все-таки теплее чем в хакасии но но тогда когда она уезжала но она не видела перспектив для своего развития она занимается мультфильмами создание мультфильмов и она все таки видела себя ближе туда к москве к санкт-петербургу а если вы творческий человек вот я вот на вас смотрю и вижу что вы молодая интересная но вы же здесь вы не уехали куда-то а если посмотреть на республику сейчас да у нас в республике есть сложности но у человека как у республики как у живого человека всегда что-то может происходить где-то взлет и где-то падение но я смотрю на как на тенденцию развития посмотрите как у нас развивается туризм сколько денег правительство вкладывает сюда то есть это направление уже никуда не уйдет она будет развиваться все больше и больше денег наша республика вкладывает вот 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 сюда у нас приезжает больше туристов у нас появляется больше денег и больше возможности посмотрите какие проекты сюда заходят до в нашу республику я не говорю про другие но давайте вот хотя бы возьмем проект «Неделя моды». Но не было его. Вот сейчас оно появилось. Именно в таком формате. Да. И мы планируем, что что-то подобное. У нас будет и дальше. Я не буду говорить, что прям 100% в том формате, который есть. Это не факт далеко. Потому что жизнь меняется. Возможно, мы немножко что-то изменим. Так вот. И сейчас есть возможность, вероятность того, что республика становится такой, которая интересна будет для вас, для молодых. У вас есть куда пойти. Посмотрите, какой красивый город. У вас есть куда поехать. Посмотрите, сколько всего интересного вокруг. Ну да, отсюда долететь очень сложно до того же самого Петербурга. Но мы привозим к вам сюда именитых специалистов. Посмотрите, у нас только от нас три эксперта из Санкт-Петербурга, которые приехали на «Неделю моды». Еще сейчас я разговаривала буквально перед эфиром с региональной ассоциацией. Выяснилось, что возможно к нам приедут еще и стулы. Поэтому это все в процессе нам наполнится. И я думаю, что Хакасия будет просто гостеприимной столицей всех регионов. Вот. Поэтому сейчас взрослое поколение делает очень много для того, чтобы вам, молодым, здесь было комфортно и, самое главное, интересно и счастливо. И тем более в Хакасии, вы знаете, я всегда восхищаюсь тем, что у меня очень мало времени уходит на дорогу. То есть никаких пробок нет, ты спокойно делаешь свое дело, ты живешь, а не сидишь в машине. В отличие, простите, от Санкт-Петербурга, ну там как бы есть метро, и в Москве есть метро, но тем не менее, это город одного дня. Такие масштабы, конечно. Да. И, соответственно, здесь есть возможность наслаждаться жизнью той, которая вокруг тебя и присутствует. Я хотела, Анна, вот у вас еще спросить про именитых специалистов, сразу ли они согласились приехать. Многие же, ну все, наверное, ни разу не были в Хакасии, что вообще ожидают. Рассказывали. Да, спасибо за вопрос, потому что это действительно очень необычно и интересно. Мир моды не такой большой. Мы друг друга знаем. И Питер, и Москва. И если я уже начала возить с этноэстетикой дизайнеров, и, как я уже говорила, мы уже съездили успешно и очень даже хорошо в Дагестан. Естественно, по мне уже дизайнеры, которые со мной съездили, они поделились своим опытом, поделились впечатлениями, и, конечно же, порекомендовали поехать плюс те дизайнеры, которые со мной едут, я с ними лично знакома, и они видят мои горящие глаза, мое желание и стремление, они в этом заинтересованы с точки зрения познания, познания мира, познания страны, потому что, да, они выставляются, вот у нас будет дизайнер Ольга Фирсова, она в Каннах, хедлайнер, выставляет свои коллекции в Каннах, она хозяйка своего бренда, скажем так, бутика. Ей интересно, интересна природа Хакасии, этника, ей нужно погрузиться вот в это, вот чтобы понять и вдохновиться, ведь это же источник вдохновения. Елена Найденова едет к нам с коллекцией войлока, у нее очень интересная история, она стоит у истоков войлочного дела в России, и когда я рассказывала местным дизайнерам о войлочной, о мастере, мне не приходилось объяснять, потому что ее знают, и она готова дальше и обучать, она этим занимается, поэтому я думаю, что это начало, чего-то большего мы хотим здесь в Хакасии организовать, я уверена, что это уже есть, но усилить образовательный кластер для дизайнеров, для интересующихся модой, для людей, которые только-только еще приближаются к этой теме, но еще не определились. Это будет образовательная площадка для разного контингента и разновозрастная она будет. Но я надеюсь, что это все реализуется в перспективе, это не одного дня, конечно, история, но тем не менее. С нами еще едет еще стилиста, я хотела сказать, тоже из Петербурга, очень известная и необычная. Она едет, потому что это здорово, интересно, это красиво, и это для нее тоже опыт поделиться своими знаниями. На форуме конференции она будет как спикер с темой сумочка, дамская сумочка, но у нее необычное прочтение этой темы, она, в принципе, такая экстравагантная девушка, и я думаю, что это возможность для местных жителей абсолютно по-другому посмотреть на свой внешний облик, в принципе, и перестать бояться выглядеть иначе, ну, в каких-то рамках быть, просто расширить свой кругозор. Я вас еще хотела спросить про темы конференций, какие будут темы, вот здесь вот я вижу у себя национальные коды как тенденция в современной индустрии моды, это одна из тем, а про что еще? Ну, это скорее не одна из тем, это направление, направление, да, будет тема, история, вернее, история человека в моде, и вот история одного человека, как он достиг успеха, как это все было на опыте, и это тоже про этнику, потому что мы каждый, все индивидуальны, а этника это про индивидуальность в том числе, тема перформанса, это как раз-таки тема этнических украшений и современной моды, тема сумочки, она непосредственно связана с этноэстетикой, как таковой, потому что сумочка, это аксессуар, это очень важный женский аксессуар, тема ботанической живописи, это тема этнотуризма, этноэтники тоже, потому что это уникальные растения, как Анжелика говорила, это тоже хедлайнеры и спикеры нашей конференции, то есть все, о чем мы сегодня говорим с вами, это части, мы говорим о спикерах наших, о том, о чем они будут говорить, и мы уже раскрываем таким образом темы и секреты. Конечно, у нас будет обязательно открывать площадку и министр культуры, потому что это их основная, ну как не основная, вернее, это их направление креативной индустрии, а мода это часть креативной индустрии, и поэтому благодарим министерство культуры, что они нас поддержали и являются как бы нашими друзьями и тоже соорганизаторами, потому что мы знаем, что музейный комплекс и школа креативных индустрий, это всю часть единого целого с министерством культуры, театр национальной моды «Алтыр» у нас будет открывать обрядом, да, это к разговору об этной эстетике, об этнике. На самом деле, очень красивое мероприятие, потому что в нем будет и как элементы шоу, так и элементы деловой части, деловой программы, но деловой не в том смысле, что мы о чем-то серьезном и важном, конечно, мы будем о важном говорить, но это будет ознакомление, знакомство, и каждый из гостей может, у нас будут кофебрейки, у нас будет обеденное время, все это внутри нашего события, и участники и гости могут друг с другом познакомиться вот в эти моменты, услышав для себя что-то важное, интересное, можно подойти, познакомиться с этим спикером, вот он на вытянутой руке, и ничего не мешает дальше завязать с ним общение, узнать что-то новое, сфотографироваться, у нас будет прекрасная фотозона, где мы можем дать возможность всем желающим сфотографироваться и отметить нас, как организаторов этого события, и оставить свой след в истории. Вот во сколько начнется вся программа, ну вот кроме того, что 9 августа будет закрытый показ, вот 7 числа, это начало, да, открытия, во сколько оно начнется? 8 числа, 8 августа у нас будет форум-конференция с 10 утра до 16, вот такое мероприятие, оно будет такое вот большое, длинное, вот можно по программе выбрать, куда хотелось бы, и прийти на начало, и все, в общем, познать. 7-го у нас будет деловая программа для бизнеса, общества, для дизайнеров, стилистов, для туристических компаний, в том числе. Это нетворк будет. Это нетворк, да. В торгово-промышленной палате. Он будет с 10 до 12. Показ 9 августа будет в вечернее время закрытый, показ с 6 до 20, если не ошибаюсь, и 10-го открытые показы, они будут уже на площадках города, нужно будет отследить, какая площадка, в какое время задействована. Ну вот и на площадках города, на открытых показах, еще же, насколько я знаю, будут участвовать сами девушки из проекта телешоу, да? Да, из телешоу, да-да-да. Да, из телешоу. И дети, вы сказали, да, Жилиф? Ну, дети у нас выступать будут именно со своими коллекциями в школе креативных индустрий на конференции. Потому что музей, мы понимаем, что это основной зал каменных изваяний, а школа креативных индустрий, он находится в этом же здании, но это другая площадка, это деловая площадка, и вот мы там как раз, когда будет выступать Елена, я уже повторяюсь, да, что у нас дети как раз будут показываться, что можно делать из войлока. Это не только игрушки, не только украшения, это еще одежда очень красивая, стильная и с элементами нашего национального колорита. А дети, чьи дети? Знаете, вообще вот я еще раз как бы сделаю на этом акцент, что связи решают все. И здесь не просто ты там где-то встретился, потусил, а всегда нужно понимать, с кем ты разговариваешь, о чем разговариваешь, и как тебе может пригодиться, и как ты можешь пригодиться. Этот вопрос нужно обязательно тоже в голове держать. У меня моя подруга, она работает в Центре детского творчества, она сама мастер по войлоку, она случайно мне показала эти коллекции, рассказала, как они в Красноярске выступали, и когда у меня пришла эта тема, конференция у меня щелкнула, и я поняла, что детей нужно показать, потому что то, что делают дети, не каждый взрослый может это сделать, и тем более руководители, вот Елена Холина, моя подруга, руководители же и помогают им это сделать, поэтому у нас будут два руководителя, кто готовил детей на показ, кто с ними готовил эти коллекции, а мы их пригласили, конечно же, на конференцию, конечно, они тоже будут знакомиться, поэтому вот детки, это именно из студии, которая работает в Центре детского творчества. Какие вот у вас вообще эмоции, что вы ждёте, к чему вы готовы, готовы ли к каким-то сложностям, которые могут возникнуть в процессе, ну мелким нюансам, я имею в виду. Ну я могу своё мнение сказать, Аня, потом вы скажёшь своё. Я, честно говоря, сейчас вот в очень такой, не то что большой усталости, в очень сосредоточенности большой. Я сейчас, когда уже мероприятие рядом, я уже не вижу, какая погода на улице, я не вижу, что происходит вокруг, у меня тем более дети приехали, я с детьми практически сейчас только вот очень мало времени провожу, сейчас после эфира в вечер я поеду на работу, потому что есть огромное количество дел, плохо делать мы не умеем, а хорошо сделать, это нужно много сил потратить, поэтому у меня сейчас очень большая сосредоточенность. И я жду, что пройдёт всё хорошо, я 11 числа, я выдохну, потому что каждое событие это большое количество сил, которые ты тратишь. Ну и я ещё жду новых знакомств, мне это очень интересно, я получаю удовольствие от того, что я делаю, от событий, мероприятий, тем более я давно уже занимаюсь организацией, мы большие события организовывали, форумы экономические, моя компания «Палитра» это делала, поэтому я жду, когда это всё пройдёт, чтобы выдохнуть, но я жду, что я с новыми знакомствами выйду и с новыми идеями, перспективами, потому что вот эти три составляющих у меня всегда в голове, когда я что-то делаю. Ну и я теперь поделюсь. Я в предвкушении, в радостном предвкушении того, что произойдёт, потому что, несмотря на то, что я являюсь организатором, я сама буду и участвовать в этом во всём. Мне самой интересно послушать спикеров, потому что я, естественно, заранее мы не репетировали, я ничего не слышала. Мне хочется быть участником этого всего и получить тот заряд эмоций, знаний, которые я могу в дальнейшем делиться, использовать. Я знаю, что у нас будет поддержка СМИ. Нас сейчас очень активно поддерживают. И это тот материал, который я потом уже предоставлю площадкам, блогерам, которые об этом расскажут по всей России. И это не один, не два человека. Поэтому моя задача сейчас максимально подготовиться и предвкушать сейчас, а затем внять всё, принять и быть активным участником всё этого. Но плюс я, как принимающая сторона к своих гостей, мне очень хочется и трепетно, и волнительно, а как им понравится или не понравится Хакасия. Я очень хочу, чтобы понравилось. Это важно. Да, поэтому я, в общем, немножко волнуюсь, если честно, но так с радостью волнуюсь. А я сосредоточенно волнуюсь. Анжелика Владимировна, сколько вообще в целом заняла подготовка? Это год, это полгода, несколько месяцев? Наверное, мы месяца два, наверное, готовимся. Это подготовительный этап, это переговоры, это подбор тех людей, которые будут на конференции. И само мероприятие, это информирование разных СМИ и так далее, создание медиаплана, плана продвижения. То есть это очень много времени уходит. А сейчас как раз на саму подготовку события это две недели. То есть две недели, когда ты уже в рукопашную с помощью своей команды смотришь микрофоны, площадки, сметы, считаешь, потому что рассчитываешь на одно, получается другое, у тебя не хватает средств, ты думаешь, как это сделать, потому что амбиции и планы растут, хочется сделать очень круто. Вау! Ну и нужно для людей, надо себя держать в руках. Поэтому сейчас две недели как будет активная подготовка. Я хочу дополнить, потому что активная подготовка, да, два месяца мы стартанули, но очень важный момент, это подготовка пространства, медийное поле. и это не два месяца, это нужно чем раньше, тем лучше. Я начала анонсировать ещё с весны, сначала, что это мероприятие планируется. И это была ещё такая дальняя, дальняя подготовка. Мы ещё ничего не делали, но тем не менее уже приглашали людей. Я хочу сказать, что сейчас мы уже начинаем анонс на следующий год. Я лично уже начала готовить людей, и меня сегодня конкретно уже не первый раз просят, чтобы я заранее сказала, потому что очень много желающих на самом деле, но в гости к нам приехать, приехать из других регионов, но очень плотный график, и просто такие вещи нужно как минимум за год, ну не минимум, но за год нужно планировать и знать, что август или сентябрь это Хакасия, и больше никаких вариантов, надо ехать в Хакасию. Ну вот как вы считаете, вот то, что неделя моды в Хакасии, в Абакан к нам приехала, приедет, это начало чего-то нового, начало новой какой-то индустрии развития у нас в городе, у нас в республике? Я уверена в этом, что начало, это действительно начало, и я, видя, какая поддержка есть здесь, какое сплочение, я понимаю, что с этим можно сделать очень многое, развивать, расширять, менять формат, да, возможно, мы поменяем что-то, но это поле непаханное, это поле для развития, для творческого эксперимента в том числе, и это большая поддержка, есть ещё и от Москвы, и Питера, поэтому это не просто в своём соку вариться, это обмен опытом, а это важно очень, когда есть возможность приехать, вдохновиться, и что ты узнал, привести в своё, и тут реализовать, поэтому да, это начало чего-то хорошего. Велика Владимировна, вы как считаете? Ну, дело в том, что я давно уже занимаюсь развитием творческих направлений, в частности, сувениров, туристического сувенира и так далее, поэтому для меня всегда что-то интересное, это начало чего-то, что даст возможность развиваться дальше. Корни свои пусть. Да, да, вот мои корни, это вот именно развитие нашей республики в туристическом направлении, в сувенирном, сейчас я вдруг увидела, что в моде тоже интересно, и там можно моих ремесленников, которых я поддерживаю, которым, ну, не только я поддерживаю, правительство, вот, для них тоже есть определенная перспектива, и я также вижу, что и туризм тоже к моде очень хорошо вяжется с этим направлением, поэтому, да, это новое, это интересное, до этого много делалось, но это не было организовано, это не было, ну, как бы, вот так ярко заявлено, поэтому я, ну, да, я согласна с вами, что что-то новое, интересное, и в будущем перспективное, я думаю, что мы отвечаем в данном случае заявке времени, есть заявка общества, есть заявка времени, вот в данном случае, в этом проекте собралось все, я немного расскажу, вот, у нас осталось 30 секунд, да, дорогие девушки, прекрасные, я желаю, спасибо большое, во-первых, что вы пришли ко мне на эфир, а во-вторых, я вам желаю терпения и сил, чтобы все получилось, чтобы вы потом выдохнули, правда, чтобы все прошло классно, друзья, вы не переключайтесь, до свидания, спасибо,